Наконец, я собралась почитать. К сожалению, не успела распечатать тексты, поэтому будем вот так. Ну, для начала хочу прочитать стихотворение. Я вот, как Настя Максимова, тоже стала грешить прочтением не только своих стихов. Стихотворение Виталия Ковальчука. На сегодняшний день моего любимого, одного из лучших харьковских поэтов. Он мне даже разрешил его сегодня прочесть. Посвященная, ну, я его хочу посвятить всем женщинам. Доброй ночи, сестра! Пусть не снятся потоп и пожар. Пусть весенние ветры прильнут к твоему изголовью. И прошепчут, что всем нам дарован бесценнейший дар Умножать в этом мире добро, теплотой и любовью. Доброй жизни, сестра! Будет стужа или будет жара? Гром ли грянет над миром? Или тьмой покроется солнце? Навсегда сохрани это светлое чувство добра. И вернется сто крат. Ты ведь знаешь о том, что вернется. Мне неведом мой путь. Может, завтра растаю в толпе. Но чего бы я сам для себя в той толпе не пророчил? Будет нужно и вмиг из толпы, из оков, из цепей. Я примчусь и скажу. Доброй ночи, сестра! Доброй ночи! Виталий Ковальчук Дальше стихотворение Ксении Яковенко, то есть меня. Я его читала в прошлый раз, но мало кто его слышал. Напою себя чаем горячим И забуду душевную муть. Не теряй же ты, дух мой бродячий, Изначальную светлую суть. И глаза не тускнете, сияйте. Образ мира в себе преломив, Вы его без остатка отдайте Тем, кто маялся, слезы пролив. Ну а голос лети по вселенной, Глубоко растворяясь в сердцах. Оставайся таким же нетленным, Как крыла лебединого взмах. И однажды на Дальнем Востоке У слияния двух горных рек Отдохнуть, натрудив свои ноги, Вдруг присядет седой человек. А на небе, испачканном сажей, Заискрится звезды новый свет. Человек улыбнется и скажет, Знать сегодня родился поэт. И с лучистой блаженной улыбкой Он уснет под журчанье реки. И играть будут долго на скрипках В лопухах невидимки сверчки. Напою себя чаем горячим И забуду душевную муть. Ведь сейчас только видеться начал Мне мой верный, единственный путь. Дальше хочу прочесть стихотворение Горбовской. Его очень много в интернете. Думаю, может кто-то его уже читал. Я думала, что главное в погоне за судьбой Малярно-ювелирная работа над собой. Над всеми недостатками, которые видны. Над скверными задатками, которые даны. Волшебными заплатками. Железной стеной должны стоять достоинства, Воспитанные мной. Когда-то я так думала, по молодости лет. Казалось, это главное, а оказалось нет. Из всех доброжелателей никто не объяснил, Что главное, чтоб кто-нибудь тебя вот так любил. Со всеми недостатками, слезами и припадками, Скандалами и сдвигами, склонностью ко лжи. Считая их глубинами, считая их загадками, Неведомыми тайнами твоей большой души. Это была Горбовская. Так, дальше последнее. На сегодня не мое. Тоже такое забавное. Очень нашла в интернете. Начал это писать Игорь Иртеньев. Женщины носят чулки и колготки И равнодушны к вопросам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые дуры, 40% из них психопатки. В сумме нам это дает 90%. 10% имеем в остатке. Да из этих-то выбрать непросто. Дальше ответ Тамары Панфюровой Иртеньеву. Носят мужчины усы и бородки И обсуждают проблемы любые. 20% из них голубые, 40% любители водки, 30% из них импотенты, У десяти с головой не в порядке. В сумме нам это дает 100%. И ничего не имеем в остатке. Дальше, это еще не все. Дальше Эрнст, не знаю какой Эрнст, Возможно Константин ответил Иртеньеву и Панфюровой. 40% из тех, что в колготках, Неравнодушны к любителям водки. Любят порой голубых психопатки, Правда у них с головой не в порядке. Дуры всегда импотентов жалели, А идиоток придурки хотели. В сумме, конечно же, нас 100%, Дур, идиоток, козлов, импотентов. Дальше хочу прочесть свой кавер. Все помнят романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Я написала некий кавер, называется «Отцвели уж давно хризантемы в аду». К сожалению, не успела я найти себе музыканта И подобрать музыку, Чтобы сделать это под музыку, как полагается. В том аду, где мы с вами встретились, Ваш любимый куст хризантем расцвел, Угли под котлом едва теплились. Но зачем я к вам в этот ад пришел? Был же ад как ад, Изолирован, С полным комплексом огневых утех. Даже пару раз номинирован был на лучший ад Среди адов всех. И приперся я, необузданный, Ведь влюбился в вас до самих ушей. Черти сразу вдруг стали грустными, Я навел хаос в мире у чертей. Был порядок там, расписание, Четко, кто какой адский круг прошел. Только я для них наказание, Не хотел по графику лезть в котел, Не боялся я быть поджаренным, Им крутил холосты от избытка чувств, Вилы все продал на базаре, Каждый день с утра поливал ваш куст. Отцвели уж давно хризантемы в аду, А любовь все живет в моем сердце больном. В этот ад, в этот ад я уже не приду, Гонят черти меня из него помелом. Ну вот такое вот получилось. Ну и завершительное на сегодня Мое стихотворение Тоже посвящается всем женщинам. Поздравляю вас с праздником. Солнышко проглянуло весеннее, Встрепенулся заспанный народ. В красочном и гривом настроении Девушка по улице идет. Волосы по ветру развиваются, Их заманчив сказочный полет. А она идет и улыбается, Потихоньку песенку поет. Лысый дяденька с портфелем кожаным Подтянул скорее свой живот, Захотел безумно стать моложе он, Побежать за ней, ведь как идет. Женщина, сидящая на лавочке, Глянула из-за журнала мод. Ей, конечно, все это до лампочки. Посмотрела вслед, но как идет. Паренек листовки всем вручающий В удивлении стал разину в рот. Даже гопник за углом скучающий Лишь присвистнул вслед. Бля, как идет! А она все шла походкой светлой, Улыбаясь и смотря вперед. И не знал никто, Что вместе с ветром Мимо них сама весна идет. Спасибо!